Впервые после окончания карантина Сергей Миронов провел заседание Президиума Центрального Совета Партии «Справедливая Россия». Депутаты встретились офлайн в Государственной Думе. Одним из первых вопросов стало выдвижение кандидатов тайным голосованием в депутаты Государственной Думы седьмого созыва по одномандантным избирательным округам на дополнительных выборах. Республика Татарстан, Ниждекамский одномандантный избирательный округ номер 28, кандидатура Ильнара Рашидовича Сераева, Курская область, Семьский одномандантный избирательный округ номер 110, кандидатура Анатолия Александровича Куракина, Пензенская область, Лермонтовский одномандантный избирательный округ номер 147, Александр Михайлович Самокутяев, Ярославская область, Ярославский одномандантный избирательный округ номер 194, Анатолий Иванович Лисицын. Коллеги, спасибо. Члены президиума единогласно проголосовали «за». Кроме того, приняли решение о назначении уполномоченных представителей партии и утвердили предвыборную программу. Одной из тем собрания стало заявление президиума по вопросу «Российское здравоохранение», «Уроки пандемического кризиса» и «Назревшие перемены в интересах людей». Был заслушан отчет советника Сергея Миронова Светланы Кузнецовой о работе в качестве члена Общественной палаты Российской Федерации. «Моя позиция как члена Общественной палаты во многом совпадала с позицией партии по многим вопросам. Основные направления, которыми я занималась в течение этих трех лет, были три направления. Это межнациональные и межрелигиозные отношения, второе направление – государственная молодежная политика и третье направление – народная дипломатия и работа с отечественниками, проживающими за рубежом». На заседании приняли решение о приемах члены партии депутата Государственной думы Игоря Ананских, а также рекомендовали кандидатуры для избрания председателями Советов региональных отделений партий. К избранию рекомендованы в Астраханской области Олег Шейн, в Республике Саха Федот Тумусов, в Челябинской области Валерий Гартунг. «Сегодня и в дальнейшем предстоит, конечно, большая законотворческая работа, и мы такую работу ведем. Вы наверняка обращали внимание, что, несмотря на пандемию, мы очень активно выступали, в том числе в средствах массовой информации. Сейчас мы готовимся к единому идю голосованию». Помимо этого, на заседании были рассмотрены другие вопросы политической жизни партии. «Моли».